Добрый день. Сегодня мы рассмотрим что-то очень интересное, уникальное. То, чего не было в серийном производстве ранее. Это Мастер Морфикс 7х7 от компании Сэнксо. Коробочка приятная, рельефная. Новые коробки от Сэнксо очень даже впечатляют. Открываем и достаем сразу. Как вы думаете, будет ли здесь инструкция? Здесь есть целлофанчик, во что все это было завернуто. И все. Код товара SY007. Агент 007. Возможно. Почему бы и нет. Что такое Мастер Морфикс? Это шейп-мод кубика 3х3, если мы будем рассматривать Мастер Морфикс 3х3. То есть, по сути, это трешка. Кубик Рубика. Соответственно, если мы возьмем Мастер Морфикс 4х4, то будет шейп-мод кубика 4х4. Ну так далее. 5х5, 6х6. А это 7х7. Насколько мне известно, на данный момент это первый серийный Мастер Морфикс. Именно такого размера. То есть, да, делали каким-то образом, рукотворным, кустарным, из чего-то такую же головоломку. Не знаю, как там качество, но купить ее было нельзя. В общем-то, в цепи не было. Спасибо компании Сэнксо, что за достаточно небольшую цену произвела такую прелесть. То есть, я приобрел это, не задумываясь, сразу. Посмотрим на всю серию. То есть, вот это первый ряд. Это Мастер Морфикс именно от Сэнксо. Сзади здесь есть от ЧИИ, от YJ и даже от компании Мою. Мастер Морфикс 4х4 сохранился. Причем он у меня был раньше, чем от Сэнксо. Мы видим, что в первых версиях Мастер Морфикс имели пластик глянцевый. Потом, начиная с 6х6, пошел матовый. Но, как я слышал, в новых партиях уже и эти Мастер Морфиксы имеют подобную расцветку и матовый пластик. Возможно, кто-то вспомнит мое видео по Мастер Морфиксу 6х6. Тогда я его снимал, еще не собрав эту головоломку, лишь под впечатлением от перемешивания. 7х7 я собрал. Прошло с того момента очень много времени. Я стал опытнее. Многое опознал. Но, на самом деле, оказалось, что познавать-то многое не потребовалось. Помимо паритетов, которые на Морфиксах работают немного по-другому, здесь, по сути, не нужно никаких новых алгоритмов. Но, так как паритеты преследуют только четные кубы, в данном случае Морфиксы, на 7х7 паритетов нет. Он же нечетный. По сути, вот эта приятная вещица, не что иное, как кубик 7х7. Под видео по 6х6 в комментариях была большая дискуссия, очень много обсуждалось, как его лучше собирать. Но сейчас все понятно, и как только я освобожусь, я, наверное, все-таки займусь тем, что продолжу снимать обучающее видео по всем Мастер Морфиксам. Вращается 7х7, примерно так же, как и 6х6. Да, детали стали чуть-чуть помельче. Да, вращать нужно аккуратно. Мастер Морфиксы все-таки меняют свою форму при вращении. И элементы маленькие, их можно, наверное, сломать. Но я сделал одну сборку, и головоломка ее пережила. Ничего не сломалось, ничего не вылетело. Но гарантировать я это для всех не могу. Потому что элементов много, все хрупкое, и поначалу нужно сильно присматриваться к тому, в каком положении вращать эту семерочку. То есть возьмем вот так. Если вот чуть-чуть мы сюда перекрутим, может казаться, что вот эта прорезь нам позволит это повращать, но на деле нет. То есть вот этот элемент ушел немного в сторону. То есть его нужно вернуть, только после этого совершать следующее вращение. Ага, вот опять ошибка. Вот еще один центральный кусочек, зеленый, который я сейчас не заметил. И вот в таком положении нужно вращать дальше. Вот в этом, где я изначально предлагал, у нас вращение не получится. То есть мы сделаем попытку, но головоломка заклинит. Лакапов здесь предостаточно. Сразу скажу, что если вы не умеете собирать мастер морфикс, если вы не умеете собирать 7х7, то за это изделие лучше не браться. Сейчас я постараюсь вернуть в исходное положение. Вот вернул немного форму, но не до конца. Сейчас это не так важно. Еще я перемешаю, с удовольствием соберу. Что здесь важно понимать? Для сборки мастер морфикса 7х7 достаточно уметь собирать мастер морфикс 5х5 и кубик 7х7. Паритетов нет, можно про них не вспоминать. Но для пятерки важно уметь расставлять два последних центра. Это делается вполне интуитивно, если вы владеете, к примеру, сборкой аксиса Time Wheel, либо чего-то подобного, каких-то шейпмодов, где нужно переставлять центральные элементы. По сути, для перестановки здесь, вот этих угловых центров, потребуется знание только рыбки через РУЛ. Называемая лурная рыбка. На кубике 3х3 она выглядит вот так. РУ штрих, Л штрих, У, Р штрих, У штрих, Л, У. А вот появилась рыбка. И эта рыбка переставляет уголки. Ну, а на мастер морфиксе она будет переставлять вот этот центр, вот этот центр, и вот этот центр. То есть переставлять их три. Соответственно, при помощи вот этого мы можем собрать все угловые центры. Ну, а реберные центры или Т-центры собираются интуитивно или при помощи обычной рыбки. Ну, стандартной, которая РУ, Р штрих, У, РУ2, Р штрих. Та рыбка будет помогать переставлять ребра. По сути, надо свести сборку центров на мастер морфиксе 7х7 до состояния 5х5. А для этого нужно объединить вот эти четыре элемента. Отдельно ребро из двух элементов. Ну, и соответственно, тут ребро, тут еще четыре элемента. То есть сделать отдельно крест, то есть центр, двойные ребра. Вот эти элементы по четыре вместе, как отдельный уголок на 5х5. Вот такой. И все тогда сведется к 5х5. А сборка ребер на мастер морфиксах, на больших мастер морфиксах, это дело простое. Там нет ничего сложного. Для примера, я вот перемешал как 5х5 некоторые центры. И видим, что вот этот уголок из центров из четырех собран. Вот ребро собрано. Вот еще уголок собран. Если убрать вот этот сурый, который нам сейчас не нужен. Ребро, уголок, уголок, еще уголок. Вот ребро двойное. И вот этот уголок не собран. Его нужно собирать. Причем мы можем не трогать совершенно вот эти внутренние угловые центры, а собирать только внешние. И собираться они будут точно так же, как на мастер морфиксах 5х5, той же самой лурной рыбкой. То есть мы можем просто находить вот такой вот центр и к нему подставлять другой. Но остается еще собрать вот эти вот неугловые и нецентральные центры. Не Т-центры. Они либо Х-центры называются, могу путать. То есть вот эти вот элементики, которые здесь не совпадают друг с другом. То есть посмотрим. Вот у нас двухцветные, это угловые центры. А вот эти неугловые. Синий и желтый. Их можно переставлять. А как? Точно так же, как на кубике 7х7. Если мы возьмем стандартный алгоритм для центров, то что мы увидим? К примеру, нужно нам переставить вот этот центр вот сюда. Мы будем делать стандартный коммутатор. Но перемещаться будут не два центра, а три. И в этом вся хитрость мастер морфикса и кроется. Это было как бы очевидно. Но в кубичках головоломках мы не обращаем внимания на то, что вот этот элемент перейдет вот сюда. Если мы сделаем алгоритм из этого положения, то мы в этом убедимся. Мы вот этот элемент поставим сюда. Этот сюда, а этот вот сюда. Сделаем все то же самое. И вот у нас вот так это дело переставилось. Ну, до ворот. То есть, отсюда, сюда, отсюда, сюда, отсюда, сюда. Так оно все и работает. Ну, мы можем переставлять по такому трициклу центры. Не обращая внимания на расположение ребер. Ну, вот все собралось. Либо отсюда, сюда и вот сюда. Что, наверное, будет требоваться только на заключительных моментах сборки и только двух последних центров. То есть, мы можем вот этот элемент переставить вот сюда, здесь повернуть, выдвинуть и отменить эти движения. То есть, у нас вот этот элемент, по сути, перешел вот сюда, а отсюда, вот сюда, ну, отсюда, сюда. Такой трицикл. И все. Для сборки центров на 7х7, Master Morphix, нам больше ничего не надо. То есть, мы интуитивно собираем ребра, группируем углы из четырех элементов и собираем как Master Morphix 5х5. В 6х6 требуется еще следить за расположением центров, так как это четный Master Morphix. Сначала надо было собрать центры из четырех элементов, а потом уже расставлять угловые центры и вот эти реберные, причем теми же алгоритмами. Если в этом один раз разобраться и понять, то Master Morphix становится достаточно простыми головоломками. По аналогичной схеме, наверное, будут работать и суперкубы. Надо как-нибудь сделать. Это такие кубы, где важно расположение каждого центра на каждой грани. Они либо с цифрами, либо с цветами, но более сложной версии. Для того, чтобы переоставлять реберные центры, мы можем какие-нибудь вот такие вот алгоритмы использовать. Ну, аналогичные тому, как мы переставляем и вот эти. По итогу, что можно сказать о Master Morphix 7х7? Это очень хорошая головоломка, которую я ждал. Крутить ее нужно осторожно, внимательно. То есть, вот так вот можно что-то зацепить. Вон, уголок зацепился. Если это не заметить, вам, наверное, даже сейчас и не видно, потому что он очень маленький, зелененький уголочек, то можно, наверное, что-то здесь рассыпать или даже сломать. Поэтому надо быть аккуратным. Если вы не умеете собирать Master Morphix и большие кубы, и хотя бы Master Morphix 5х5, то не стоит сразу бросаться именно на эту головоломку. А то бывает, люди едва стволили 3х3, 4х4, берут какие-то ужасные страшные головоломки, спрашивают у меня, как же они собираются. Здесь, не имея базы, будет очень трудно. Хотя, если разобраться, будет все гораздо легче. Но приступать к этому чуду следует не раньше, чем вы расходите кубические аналоги и хотя бы Master Morphix и поменьше. Здесь торопиться не стоит. На четных Master Morphix есть еще способы ухода от пилы аппаритета, но у меня это получается далеко не каждый раз. Иногда я ошибаюсь. Возможно, я когда-нибудь сделаю отдельное видео о том, как это происходит. Смысл-то понятен, а фактически воплотить получается не всегда. Собирал я этот Master Morphix несколько часов. Можно, конечно, быстрее, но первый раз я делаю это очень аккуратно, второй, наверное, тоже, да и дальше тоже нужно делать аккуратно. Зреет, конечно, мысль собрать рилей 2х2, 7х7 по Master Morphix, но я не знаю, сколько времени это займет. Но когда-нибудь я это воплощу в жизни. Не факт, что скоро. Крайне рекомендую всем ценителям чего-то интересного, ну и тем, кто умеет собирать что попроще. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.